Сегодня я расскажу вам о смерти. Нет, не про Михаила Горбачёва или Елизавету Вторую. Это смерть из числа тех, какие вот уже почти семь месяцев происходят сотнями каждый день. Но для меня это личная история. Я навсегда запомню ту ночь в декабре 20-го, проведенную у ворот сборного пункта. Моего друга Сергея Запольного похитили из дома и одним днем отправили на службу, хотя правильнее было бы сказать в ссылку, на новую землю. В то время Серега был широко известен в узких кругах как лидер студенческого профсоюза «Мы – молодежь Москвы». Состоящего из него самого и нескольких друзей «Кандидат в кандидаты», – шутили мы, когда он не смог собрать подписи для выдвижения в Мундепы. Однако этого, в сочетании с отсутствием военного билета, оказалось достаточно для отправки в спецбортом на крайний север, по стопам Шеведдинова. Наши политические взгляды заметно отличались уже тогда, но мы, и здесь многие активисты поймут меня, старались не обращать внимания на расхождение. Ведь всегда согласны лишь те, кто не имеет никаких убеждений. А два оппозиционера – это уже три мнения. На протяжении года мы говорили и писали о Сереге. Боролись за его свободу и права. После был дембель, новогодние праздники, тусовка, куча баек о срочной службе. Бессмысленный и беспощадный. Этой зимой вместе гуляли, вместе смеялись. А раз случилось и так, что вместе плакали. А потом наступил роковой день, разделивший жизнь на до и после. Утром, 24 февраля, все мы проснулись в новой реальности. Старые компромиссы больше не работали. Расхождения, казавшиеся незначительными, стали непримиримыми. Последний раз мы виделись с Серегой в начале марта. Он говорил, что, мол, все не так однозначно. Украина сама спровоцировала войну и так далее. В духе про 8 лет. А я вздрагивал, от шорохов и вертелся по сторонам, каждый день ожидая задержания. Долго пытаться переубедить его, у меня не было ни сил, ни терпения. Несколько раз после этого общие друзья пытались вытащить нас куда-то вместе, но я избегал встреч, а вскоре общих друзей у нас не осталось. В конце апреля за мной пришли, и с тех пор я ничего не слышала о судьбе Сереги. Сегодня мне стало известно, что он погиб. В 22 года он с оружием в руках на чужой земле отдал свою жизнь за тех, кто сослал его на север, подозревая в недостаточной лояльности. Я понимаю, что вы можете думать о нем, но для меня мне все еще трудно осознать, что его действительно больше нет. Мне стыдно и больно от того, что я не потратил больше времени и сил на те разговоры в марте. И мне очень хочется верить, что он никого не успел убить. Покойся с миром, друг. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!